Добро пожаловать на наш канал! Спасибо, что Вы с нами! Мы продолжаем читать духовные наставления святых отцов. Архимандрит Иоанн Крестьянкин из книги «Дом души. Сто слов, положенных в основание». Сегодня много надо трудов понести, чтобы строился Дом души. Строй его, детка. Он не раз еще будет шататься и даже нарушаться, пока созреют Твои ум и душа. Набирайся терпения, чтобы терпеть свои несовершенства. Жить надо не на небе, а на земле по-божьему. Господь в этой жизни ведет каждого из нас с того момента, как только мы осознаем это. Учитесь молча думать теперь и не спешить всякую свою думу выплескивать наружу. Над душой же надо потрудиться. И потрудиться надо самим. И не надо ждать, что само вырастет то, чего не сели. Ах, как всех жалко! Как все изранены, искалечены! Ах, как много мы всего натворили без Бога-то! Разоренные семьи, погубленные души. Много мы всего натворили без Бога, как по своей вине, так и не по своей. Мир на последней скорости спешит к страшному суду. Борьба зримая и очевидная, но борьба это за души, а не за что-то другое. Знаете об этом? Дай Бог силы устоять и не шарахаться за сиюминутными причудами жизни. Жизнь-то все еще строится без Бога, а значит, пока жизнь не в жизнь. Наш старец монастырский говорил о себе. Я не ученый, а толченый. Из таких вот толченых Господь созидает народ Божий. Лучше по крохам участвовать в созидании, чем одним махом, да еще по неведению своему и недопониманию разорять все. Житейская смута нас сегодня охватила, чтобы поняли люди, что без Бога-то жить нельзя. Время такое, когда надо каждой скорби теперь в ножки поклониться. Ведь только скорби ходатайствуют о нашем спасении, а миром правит промысл Божий. И в этом спасение верующему человеку. И в этом есть также сила, чтобы перенести все земные скорби. Глядитесь в себя. Страх ли Божий руководит нашими мыслями и поступками? Любовь ли к Богу и людям? Лежит в основе нашего бытия. Без нас нас ни спасти, ни погубить нельзя. Богом определенное свершится несомненно. Но когда, как? Этого нам знать не дано. И от желания это знать нас предостерегает Писание. Помните, что все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. Обижать нам некуда сегодня. Только с молитвой к Богу. Самая большая неприятность – это наше отношение к жизни. Вся наша трудность, боль. Именно потому, что мы не хотим принять Божье. И все домогаемся лишь своего. Детка, не огорчай Господа и не оскверняй себя вражьими помыслами. За расслаблением воли следует искажение совести, когда все видим в искаженном свете и получаем за все растление тела. Загляни в себя. Выбор должно делать не в парении духа, а отдавая себе отчет, какому кресту протягиваешь руки. Вот и давай жить, как рабы Божьи. Все в глубине сердца и ничего на показ, на толпу. Знай, что три воли руководят жизнью. Божье – вражье наше человеческое. И никто не освободит человека от борьбы при выборе, за кем он последует. Волю Божью можно и нужно выполнять в любом деле, и при любых занятиях, и на любом месте. Дело не в том, чем мы занимаемся, но как относимся к делу, и что для нас главное. Вы, главное, не ищите своего, но Божье – только это спасительно. Один святой человек как-то мне сказал, «Все мы являемся существенной нужностью и никому, кроме Бога, не нужны. Сначала узнай себя, потом попробуй хоть день прожить, сопротивляясь греху. Если хочешь жить легко и до Бога близко, так держи сердце высоко, а голову низко. Миром правит Бог, детка, только Бог и никто другой. А встать надо на тот путь, который и созвучен вашему внутреннему человеку. В духовной жизни нет одного рецепта на всех, поэтому все примеры не прикладывайте к себе. Не надо. А в отношениях с ближними все принимайте как данность, ни с кого ничего не требуя, но только с себя. Вы церковляетесь. Младенец растет медленно, вот и вы в духовном отношении сейчас младенца. Старайтесь жить в присутствии ангела-хранителя, и тогда увидите, как дивно он все устроит. Не забывайте, что мы не пешки в жизни, а сотворцы Богу. И многое сегодня попускает Господь претерпеть нам, и даже от самих себя, от других тем более, но все это ради обретения богоподобной добродетели, смирения. Покорись в беде, а беда тебе, и молись, и беда минует быстро. Молитвы лучше всего учат наша суровая жизнь. Знаете, что Господь вам не поручал спасать других, Он их Сам спасет, ими же весь путями. Молитесь о тех, кому хотели бы помочь, и передавайте их Богу, а Он о них и позаботится. У Него сила и власть, они реальные, а наши лишь кажущиеся. Умудри вас Бог. Кому церковь не мать, тому Бог не Отец. Это помните всегда. Бог даровал каждому личную свободу. В рабство не стремитесь сами, и свободу других учитесь ценить. Не лучше ли жить по русской пословице? На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой припасай. Приказом шагом марш за мной спасаться ничего не сделаете. Даже и в прежние времена старцы не командовали наследием Божьим. Обдумывать, на что брать благословение, должен сам человек. Мы-то не обдумываем и не примеряем. Мы все режем и кромсаем, а выходит-то по-живому больно. Новую жизнь надо начинать с очищения души, с работы над собой, с молитвой, а не планировать внешне, но возрождать дух христианский именно в себе. И знаете, не бывает на земле чего-то идеального. Будьте построже к себе и снисходительнее к другим. Давайте держаться такой меры. Ничего не просим и ни от чего не отказываемся. И этим успокоимся. Господь вас не оставляет, ведь дарует вам терпение. Вот без ропота только и живите. И это вменится вам в мучительство. Конечно, детка, помни, если все наше молодое поколение, наше будущее воспитывается на чужих хлебах, то есть идеях, то Родина для них станет чужой. Но знайте и о том, что и они ей тоже станут чужими. Так что держитесь в Церкви Святой Православной и не оставит вас Господь. Усвойте один очень важный урок. Не спешите простираться в завтрашний день. Всегда живите только сегодня. Научитесь видеть волю Божью прямо сейчас, в настоящий момент. И не только видеть, но надо еще и иметь непоколебимую решимость ее исполнить. Не надо искать опоры в людях, но только в Боге. И тогда Господь пошлет надежных друзей по духу. А чтобы ум был светел, надо ежедневно читать Святое Евангелие и видеть жизнь, и оценивать ее в свете евангельских истин. Чтобы понять Божье, надо ведь приподняться от земли. Святость – это тайна непостижимая, а мы к ней стали относиться уж больно дерзко. Только молитва, только горение духа могут сегодня восстановить и стены храма, и, главное, нерукотворенные храмы души заблудших, и вернуть их Богу ожившими. Буде, Господи, Буде, дети, любите друг друга. В этом все. В этом вся программа жизни. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Дом души. Сто слов, положенных в основание. Избранные наставления. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова